Знакомьтесь Арнольд. И сегодня он подписался на невероятный эксперимент. Похоже, Илон Маск решил узнать, возможно ли развить у человека телеэпатические способности. Не волнуйся, тебя отпустят, если будешь отвечать правильно. Так что угадай, что на картинке. Неверно. А на этой? Да нет же, соберись. Такие опыты проводились в Соединенных Штатах в 50-х годах. Их цель была развить паранормальные способности у солдат, чтобы получить преимущество в холодной войне. Подопытным давали ЛСД, так как ЛСД в разы увеличивает активность нейронных связей. Арнольд, соберись. Даже крыса учится лучше тебя. Правда, это не простая крыса. А с чипом в мозгу. Ученые доказали возможность передачи нервных импульсов на расстоянии в 2013 году. Крысы находились в разных городах, но действовали сообща, благодаря электродам, вживленным в мозг, и интернету. Похоже, Илон Маск опробует на тебе сразу все способы развития телепатии. Арнольд, стой! Ты еще не овладел новыми навыками. Учтение мыслей много плюсов. Теперь люди не смогут ничего от тебя скрыть. Но тебе понравится далеко не все, о чем они думают. Плюсы в отношениях. Ты сразу сможешь узнать, если твой партнер тебя не любит. Ты сможешь понимать язык животных. А еще найти свою идеальную пару. Но что, если бы все люди могли читать мысли друг друга? Идеальный мир без лжи и фальши? Ну или... Эй, мистер, не обижайтесь, что он подумал, что у вас слишком прыщавый нос. Боже, это катастрофа! Нет, Арни, стой! Не думай об этом! Кажется, ты очень увлечен Роболоксом и не замечаешь ничего в этом. Каждые 10 секунд в мире умирает 18 человек. Арнольд, не боишься стать одним из них? Ученые давно бьются над возможностью оцифровки человеческого мозга. Только представь, можно вечно существовать в цифровом виде в любимой игре. Но для этого надо закодировать каждый нейрон в мозгу. В мозге человека 16,5 миллиардов нейронов. Ну ничего, в твоем мозгу нейронов явно поменьше. Можно стать бета-тестером нейролинка. Нейролинк считывает сигналы мозга с помощью чипов. Да не чипсы, Арнольд, а чипы, которые вживляют в мозг. Отличный план. Правда, сейчас, конечно, эта технология только на этапе разработок. Дорс, это ведь хоррор-игра. Тебе теперь ничего не страшно? Ну да, в компьютере ты бессмертен. Главное, вовремя сохраниться. Осторожно! И что, тебе совсем не больно? Кажется, это приближается раш. Этот монстр несется через всю комнату. И если вовремя не спрятаться, он тебя убьет. А что ты думал? Бессмертие никогда не было бесплатным. За воскрешение надо заплатить 30 баксов. Чтобы их заработать, можно, например, посмотреть рекламу. Очень много нудной рекламы. И тебе так придется делать каждый раз. Вечно. Лучше уж не проигрывать. Будь смелым, Арнольд. Помни, что тебе нельзя умирать. Кто-то приближается. Скорее в шкаф. Правда, если сидеть слишком долго, появится Хайт. Монстр, который живет в шкафу и не любит гостей. Арнольд, осторожно. Это монстр Айс. На них нельзя смотреть. Потеряешь жизнь. Вот это решение. Ты придумал, как справиться с глазами. Похоже, это хороший способ бессмертия. Конечно, пока кто-то не выключит компьютер. Оказывается, бессмертие в Рублоксе — это дорогая и опасная штука. Я смотрю, ты отказался от этой идеи. Не напрягайся так сильно. Боюсь, чтобы твоя последняя извилина не лопнула. Ты проходишь IQ-тест. Ты обиделся и хочешь доказать, что твой интеллект намного выше. Вот зачем ты себя обманываешь? Хотя у меня есть идея. Мозг работает лучше, когда получает много питательных веществ. Этого можно добиться за счет быстрой циркуляции крови. Укол адреналина участит сердцебиение до 220 ударов в минуту. А сороковая чашка кофе обеспечит все 350. Давай проверим, достаточно ли мы напитали твой мозг. Да. А что, если мы заставим твое сердце сокращаться со скоростью 300 тысяч раз в секунду? Кровь будет бежать по венам в 20 раз быстрее скорости звука. Конечно же, все вены и сосуды лопнут. А сердце и двух сокращений не сделает. Поэтому добавим апгрейд. Сердце заменим на мотор, а кровь сделаем более вязкой. Вот это другое дело. В таком режиме ты супермен. Все процессы в организме ускоряются в тысячи раз. Это будет самое продуктивное время в твоей жизни. С таким мозгом ты сможешь создать компанию успешнее, чем Google. Или доработать теорию гравитации Эйнштейна. И продвинуть человечество на 100 лет вперед. Но из-за ускоренного обмена веществ все это время ты просидишь в туалете. Не переживай, недолго. Твое тело выдержит максимум часа два таких нагрузок. Потом бам. Ой, Арнольд. Ты забыл пройти тест, Арнольд. Ну ладно. Давай проверим, как земляне действуют в условиях страха. А этот дорс правда страшный? Я описывался от страха. Только это, сок не пей. У него 10 тысяч часов в дорс. Он не выглядит напуганным. А мы включим невесомость. Как в открытом космосе. Ну что, Арнольд, готов пройти игру в космосе? Или полететь? На Земле тебя держит сила тяготения. Поэтому подпрыгнуть или улететь не получится. Но если бы ты мог развить достаточно большую скорость, то мог бы преодолеть тяготение Земли. Сила тяготения и сила инерции уравновешивают друг друга, и ты можешь спокойно летать в невесомости вокруг Земли. Перемещаться в невесомости не так-то просто. Уж точно не с твоей грацией. Арнольд, кажется, ты открыл новый вид топлива. Сероводородный. Поможет ли это тебе справиться с монстрами? К счастью, не ты один пропустил тренировки перед полетом. Осторожно, Арни. Кажется, ты нарушил герметизацию. Из-за открытого шлюза баланс газов нарушен. Скорей надевай скафандр. Ура! У тебя получилось! Но теперь другая проблема. Как ты теперь будешь слышать монстров? Так ты всех монстров распугаешь. Нет, ты не оглох. Просто в вакууме звук не распространяется. Звук распространяется волнами. Вибрирующий предмет передает свою вибрацию соседним молекулам или частичкам. В космосе молекулы воздуха находятся так далеко друг от друга, что не могут передавать колебания. Нет воздуха, нет звука. Так что лучше посидеть в шкафу. Пока дают. Кьюстон, у нас проблемы. Ты сейчас не занят? Предлагаю сыграть в популярную игру Пол — это лава. Настоящая лава. Круто, правда? Казалось бы, к чему может привести обычная детская игра? К глобальной катастрофе. Старайся не касаться пола. Сейчас его температура может достигать 1200 градусов Цельсия. Передвигайся, используя подручные предметы. Но помни, стул сгорит уже через 3 секунды, кровать исчезнет за 5, а телевизор расплавится быстрее, чем закончится реклама. Арнольд, долго тут не протянешь. Давай наверх. Только не свались. Упав в лаву, ты получишь сильный ожог, который разрушит нервное окончание и вскипятит подкожный жир. А это означает, что ты даже не почувствуешь, как лава сожжет тебя до костей. Соберись и двигайся на север. Там явно попрохладнее. О, нет, болван! Железные конструкции нагреваются быстрее всего. О, успокойся, даже если ты упадешь, ты не утонешь. Лава не такая жидкая, как кажется. Ее плотность даже больше бетона. А для прогулок по лаве тебе пригодились бы специальные азбестовые сапоги, которые используют ученые-геологи. Фух, тут так жарко! При такой температуре вся вода в океанах закипит и превратится в тарелку рыбного супа. Пора спасать последнюю в мире рыбу. Но самое страшное — это не раскаленная лава, а процесс ее остывания. Теряя свою температуру, лава будет создавать кислотные облака, пара и газа. В их составе мелкие частицы стекла, которые опасны для человека. Но не переживай. Скоро весь мир превратится в Гавайские острова, которые сформировались после извержения вулкана. Мечта сбылась, Арни. У нас тут вечеринка в стиле Among Us. Это популярная игра. Количество игроков перевалило за 500 миллионов. А это больше, чем население левого полушария. Больше, чем у любой другой игры в истории. При этом 97% игроков играли в бесплатную версию для мобильных устройств. Но большую часть дохода для разработчиков генерировала платная версия для персональных компьютеров. Я не зря выбрал коричневый цвет. Ведь этот цвет выбрасывают за борт реже всего. А вот черный выбрасывают чаще всего. Более 90% случаев. И это как раз твой цвет, Арнольд. Игра началась. Здесь главное действовать быстро. Ведь в любое время могут... А вот и первое убийство. Не переживай, тут много детективов. Они сразу разберутся, что ты не убийца. Упс, по-моему, тебя подставили. Пора смываться, пока тебя не выкинули в космос. В игре нужно выполнять задание, чтобы дать понять остальным игрокам, что ты не убийца. Упс, этот отсек уже занят. Не будем мешать этой парочке. Появилось задание. Тебе нужно потушить возгорание в электроприборном отсеке. Кажется, получилось. Тебе поверили. Быстрее помоги игроку. Кажется, я видел огнетушитель. Арнольд, кто-то серьезно подготовился, чтобы тебя подставить. Тем более, что по статистике отсек электроприборов и админка самые-самые опасные места. Раз уж ты предатель, тебе нужно взорвать двигатель и выиграть игру. У тебя не получается. Это круто, Арнольд. Значит, ты не настоящий предатель. Поздравляю. Берегись. Дамы и господа. Первым туристом, кто выиграл бесплатный билет на Луну, будет участник под номером 2871. А вот и этот счастливчик. Знакомьтесь, Арнольд. Среднее расстояние от Луны до Земли — 384 467 километров. И каждый год она отдаляется на 3,5 сантиметра. За всю историю, пока лишь 12 человек ступали на поверхность Луны, ты будешь тринадцатым. Согласен, число не самое счастливое. Но зато представь, сейчас кроме тебя на Луне никого нет. Ну да, это не Майами. Тут бывает минус 173 по Цельсию. И повсюду радиация, уровень которой в 200 раз больше, чем на Земле. Без скафандра не обойтись. Но пока тебе, как туристу, можно заселиться в отель. Правда, его строительство запланировано на 2025 год. Давай отправимся на обратную сторону Луны. Тем более, тут куча оставленной астронавтами техники. Хватай луноход, заводи мотор и погнали. Да-да, на Луне тоже есть моря, которые залиты отнюдь не водой, а застывшей лавой. Арнольд, что ты нажал? Тормози! Поздравляю, ты только что разбил китайский луноход ЮТУ-2. И повредил свой скафандр. О, нет! Юстон, у нас проблемы. Наслаждаешься благами цивилизации? Да, Арни. Но для этого нужно вовремя платить за электричество. А я предупреждал, что реклама настроена высосать из тебя все до копейки. Теперь сиди в темноте. На тебя больно смотреть. Ладно, у меня есть идея. Нас окружают триллионы бактерий, которые вырабатывают энергию на шару из органических веществ, которыми питаются. Так что давай построим бактериальную электростанцию на топливе из твоих экскрементов. Хм, на все гаджеты маловато. А чего ожидал? Бактерии очень-очень микроскопичны. Но давай их увеличим. Бактерия размером с кошку даст в 46 тысяч раз больше энергии. Возьмем больше бактерий и топлива. Благо в Америке ежедневно сливается 128 миллиардов литров канализации. Это обеспечит энергозатраты целого города. Вдобавок решаем и проблему с очисткой воды. Увеличенные халобактерия, питающиеся солью, дадут бесплатную энергию из океана и опреснят воду для пустынных регионов. Ежедневно выбрасывается 3,5 миллиона тонн пластика. Увеличенная Айдианелла Сокоэнсис переработает его в энергию, чтобы ты мог открыть сеть заправок для электромобилей. В отличие от топливной энергетики, ежегодно выбрасывающей 37,5 миллиардов тонн СО2 в атмосферу, бактериальная энергия абсолютно чистая и выделяет только кислород. Звучит как идея для стартапа. Арнольд, ты решил экологические проблемы человечества и заработал триллионы долларов на энергобизнесе. Арнольд! 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 Арнольд, просыпайся! Или ты размечтался, как вырастил бактерию кошачьего размера? Пора знать, что ее способ питания, диффузия, возможен только у микроорганизмов. Достигнув максимального размера, бактерия просто делится надвое. Это происходит каждые 20 минут. За 6 часов она размножается до 25 тысяч. Твои долги размножаются с такой же скоростью, Арнольд. Пришло время отрабатывать. Это точно негативно отразится на всех жизненно важных процессах. В первую очередь на медицине. На так жизненно необходимых социальных связях, лайках и репостах. И только для сатанистов ничего не изменится. Разве что только улучшится. А вот и наша ультраскоростная черепаха. Как и все электрическое, машина Илона вышла из строя. Главное, не радуйся раньше времени. Что-что, а подмигивать, конечно, Арнольд умеет великолепно. Жаль с интеллектом проблемы. Аккумулятор-то нужно было зарядить. Теперь ребятам нужно как-то выбраться из пустыни. Но без их автомобилей это будет сложно сделать. Хорошо, что Илон уже что-то придумал. И хорошо, что у него в багажнике есть... Эээ... ведро, мини-ракета, продукты. О, а картофель — отличная идея. Ведь один картофель стабильно может выдавать 0,5 вольта напряжения. Чтобы завести карбюратор на автомобиль Арнольда, понадобится около 13 вольт. Таким образом, с помощью 26 картошек, цинкового гвоздя и медной проволоки мы должны завести автомобиль. Блин, пусковой ток слишком маленький. Для запуска двигателя нужно хрен сот тысяч картофельных батарей. Я бы посоветовал вам поторопиться. Солнце садится, а ночи в пустыне очень холодные. О, парни, отличный прикид. Я надеюсь, сегодня обойдемся без синих кристаллов. Так, что это тут у вас? Понял, что вы делаете. Если мы возьмем цинковые болты, гайки, монеты, губки, оксидкалия, медь, тормозные колодки, на которых есть графит, смешиваем их между собой и подключим их к автомобилю, то мы дадим заряд, как в обычном аккумуляторе. Парни все правильно сделали. Жаль, что мощности все равно мало для того, чтобы поехать. Торопитесь, времени все меньше. Арнольд, прекращай там рыться. А ну покажи, что это там у тебя? Магнит. Это же то, что нужно, Арнольд. Эй, Илон, сейчас не лучшее время для этого. А, ты для общего дела. В 1831 году Фарадей впервые провел похожий эксперимент. Для него нам нужна катушка, медная проволока и магнит. Погружаем магнит в катушку, намотанную медью. Закрываем ее. Внутри двигаем магнит, и в каждом мотке меди образуется напряжение в одну сотую вольта. Но за счет большого количества витков все работает. Посмотрим, как это сработает у ребят. Только смотри аккуратно, палец. Хорошо, хоть выжили. Когда ты успел слинять на море? Хорошая попытка. А ради чего весь этот пляжный театр? А, это чтобы привлечь внимание Берты? А, это сработало? Она пригласила тебя к себе? Но хватит ли тебе денег на билет? У меня есть идея. Ты полетишь к Берте с суперэконом-классом. А в дорогу тебе вместо привычного планшета и подушки понадобится еда, вода и биотуалет. Не переживай. Ты не первый, кто так путешествует. Реджи Спирс за трое суток без денег добрался на другой континент и успел на день рождения дочери. Сейчас склады — это целые отдельные города со своими законами и правилами. Вероятность потери посылки снижается к минимуму. На конвейерах работают роботы, считывая специальные штрих-коды, и это снижает риск человеческой ошибки. В 2019 году в Китае был зарегистрирован мировой рекорд по доставке. За один день было доставлено 345 миллионов посылок. Самое страшное, что может случиться с посылкой — ее могут задержать на таможне в порту. Согласен. Испытание для человека, который внутри, не самое простое. Оказаться в замкнутом пространстве под палящим солнцем — сложное испытание. Арнольд осталось совсем чуть-чуть. А если быть точным — 23 дня, 17 часов и 45 минут. Человек в посылке — не самое удивительное. Так перевезли отделение банка, разобрав и отправив его в другой город. И это все было дешевле, чем строить новое. Welcome to Australia, Арнольд! Плюс путешествия посылкой — доставка курьером прямо на место встречи. Берта будет с минуты на минуту. Вау, вот это красотка! Блестящее появление! Такого она тебя точно не забудет! Арни, твои фокусы отстой! Если хочешь стать популярным, нужно выделяться. Как насчет настоящей магии? Например, фокусник Гарри Будине выбрался из могилы с завязанными руками. Ты правильно понял, к чему я клоню, Арни. Сегодня мы похороним тебя заживо в третий раз. И поскольку люди много раз видели этот брюк, ты выполнишь его по-особому. Мы закуем тебя в наручники, а гроб будет металлическим. Готов? Полезай! За прошлое погребение Арни научился главному правилу. Дышать стоит спокойно и глубоко, чтобы беречь кислород. Хватит отдыхать! Нужно избавиться от наручников. Достаточно сломать себе по одному пальцу на каждой руке, чтобы кисть вылезла из кольца. Не хнычь, Арни! У тебя останется еще по два пальца. Используй ремень или часы и попробуй пробить трещину в крышке. Металлический гроб имеет слабые места по контуру. Да ладно, я прикалываюсь, Арни. Тебе не сломать металл. Над тобой два метра земли, которая давит весом почти в две с половиной тонны. Так что третье погребение станет последним. Арни! Арни! Арни, где ты? Ах, ты ж маленький засранец. Да ты Гудини, Арнольд. Он также пробирался в секретное отделение, а потом через люк в полуметре от земли выползал наружу. Вот только где люк, Арни? Сюрприз! Вставай, ленивая жопа! У меня есть кое-что для тебя. Тебе осталось жить 24 часа. Советую загуглить, что делать в таких ситуациях. Ммм, для начала очистить историю браузера. А вот топ-3 ответа на вопрос, как бы вы провели последний день жизни. С близкими. Думаю, Арнольд, это не твой случай. Второй вариант. Наесться до отвала вредной еды. Ну, этим ты занимаешься каждый день. И, наконец, оказаться у океана с любимым человеком. А вот это уже интересно! Неужели ты сделаешь то, о чем мечтал всю свою жизнь? Упс, кажется, у тебя закончился бензин и деньги. Но можно же взять кредит! Живем-то последний день! Бери максимальную сумму, чтобы почувствовать себя самым богатым человеком на Земле. Джефф Безос, владелец Амазон, за 50 секунд может заработать на новую модель Tesla Model S. Да и ты теперь богат! Можно арендовать свой собственный самолет и улететь куда угодно. Арнольд, что ты задумал? Ничего себе! Ты решил отбить Тагаю у ее парня и забрать ее с собой в путешествие? Арнольд, ты мой герой! Эх, а вот бы как-то открутить время назад, чтобы насладиться этим моментом. А что, если я скажу, что это возможно? Чтобы день не заканчивался, надо обогнать солнце. Надо лететь на запад по экватору со скоростью 1667 километров в час. Если лететь с такой скоростью, то всегда будет день. Но это, к сожалению, никак не повлияет на твой таймер. Остаются последние секунды, Арнольд. Ну же, сделай это. Арнольд, ты жив? Понятно. По договору у тебя нет права умирать, пока не заплатишь кредит. Я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть три возможных подхода к невидимости. Первый — это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй — камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий — когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которое преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Сейчас мы спробуем ее напиться. Если все сработает, это будет пицца, которой можно будет не делиться с друзьями на вечеринках. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета «Беркли» в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер. Не двигайся! Стой! Что ты? Ах ты идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты. Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками по причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще. У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное. Остолоп! Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае, тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но затем будет обход охранника. А вокруг бриллианта лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто? Схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2.00? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними. Идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги. Как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Не видать тебе любви прекрасной Тогайи. К сожалению, уже через час ты станешь снова видимым. Так что сбежать у тебя вряд ли получится. Ну что же, удачи тебе, неудачник. Субтитры сделал DimaTorzok